Друзья, всем привет! Сегодня новое видео на канале, которое будет посвящено реконструкции крыши. Уже подобные ролики мы снимали, но сегодня хотелось бы сделать отдельное внимание на вот такой вот узел. Когда мы делаем реконструкцию крыши, обязательно встречаются сдвоенные стропилы, у которых много возникает вопросов, как правильно сделать герметизацию данного узла. Сегодня мы хотим показать несколько вариантов, как можно это сделать правильно, чтобы в дальнейшем ваша крыша была максимально качественно сделана. Всем привет! Как и сказал Павел, сегодня мы поговорим об этой очень сложной теме герметизации сдвоенных, иногда встроенных стропил, которая часто бывает как раз у нас на реконструкции. Здесь у нас на столе небольшой такой фрагмент, имитирующий как раз то, что происходит на строительной площадке. Непонятного качества, неровный лес, стропила сдвоенные, повторюсь, что иногда это бывает встроенные стропила, которые часто с щелями. И щели эти могут быть и больше, чем здесь у нас на макете. Мы сюда должны вот в этот момент вставить несколько фотографий с нашего одного из последних объектов, где Павел делал реконструкцию. Это будет очень хорошей иллюстрацией к данной теме. Действительно, что щели могут достигать иногда 5 сантиметров. И это прям большая головная боль, так как мы замыкаем контур, и мы контур замыкаем с двух сторон. Стропил пароизоляцией. Вот с этой стороны лучше покажи. Замыкаем контур, делаем прижимную рейку, и в итоге получается, что у нас вот эта часть вся полностью дырявая. Рассмотрим два варианта. Один, где щели небольшого сечения, так сказать, и второй, где щели побольше, где более сложная работа будет предстоять. Для начала нам нужно снять фаску в этих местах для того, чтобы легко загерметизировать это место. Какими средствами, сейчас отдельно скажу. Но перед тем, как это обсуждать, есть еще очень важный момент, который надо сейчас рассказать. Иногда есть такое желание просто скрутить болтами сильными эти стропила. Просто уменьшить эту большую щель. Но это, сразу скажем, что это может быть очень чревато. Чревато тем, что дом готовый, как правило, в реконструкции. И на, как сказать, форма стропил, если будет меняться, то это может повлиять на целостность финишной отделки. Потому что, как все внутри сделано, нам на данный момент неизвестно. И на разных объектах по-разному. Но мы говорим о том, что это может повлечь потресканный потолок. Потому что будет меняться форма стропила. Это все будет выгибаться, появятся трещины и так далее. Это очень болезненно может потянуть за собой большие работы по отделке. Поэтому, если уже на объекте стропила со временем приняли какую-то форму, то лучше ее не менять. Лучше оставить их как есть и просто грамотно загерметизировать эти все щели. Вот это очень важный посыл. Для чего нужна эта герметизация? Для чего нужна герметизация? Ну, я об этом в самом начале сказал. Теперь, если мы посмотрим сверху, это будет еще более заметно. У нас пароизоляционный контур примыкает к каждой из стропил. Здесь, между стропил, у нас как бы нету контура. Мы его должны сделать. Чтобы его сделать, так как мы работаем сверху... Для чего его делать? Для чего его делать? Ну, это просто контур пароизоляции должен быть замкнут. Для чего это? Ну, всем известно. Для того, чтобы она была замкнута, чтобы остановить всякую конвекцию и снизить диффузию до приемлемых масштабов. Если этого не сделать, через эту щель, как из пушки, будет идти теплый воздух снизу и будет конденсироваться в этом месте. И реконструкция вся будет как коту под хвост. Поэтому обязательно нужно делать. Если щели большие, то их нужно конопатить, пенить, чем-то заделывать обязательно. И если это невозможно, щели маленькие, достаточно просто их герметизировать таким образом, каким мы сегодня будем делать. Поэтому сейчас мы находимся в наших, как бы сказать, тепличных офисных условиях. У нас с собой нет здесь утеплителя, но мы поставим несколько фотографий, которые будут показывать, как... Можно конопатить эти щели. У нас есть даже видеоролики на эту тему. Ставим их сюда. И сверху эти законопатченные стропила должны будут быть загерметизированы. Поехали. Канцелярский нож. Мы подготовили стропила методом. Мы просто сделали фаску. Конечно, это можно делать не ножом, если есть специальное оборудование. Это можно ускорить, облегчить. Какой клей нам нужен? Ну, в руках у меня и в пистолете Дельта Тикс. Универсальный клей, идеально подходящий для пароизоляции. Он отлично подходит для приклейки пленки к дереву. У него отличная адгезия к дереву. Но можно взять и там. Тоже прекрасный вариант. Мы просто будем работать Тиксом. Что мы делаем? Начинаем заполнять эту щель. Заполнили герметиком. Я беру просто щепку, которая у меня была вырезана здесь. И просто аккуратненько. Особенность клея Дельта Тикс в том, что даже спустя долгие годы он сохраняет свою эластичность. Был как-то на объекте, которому в районе 10 лет, там 9-10 лет. Дом был нежилой. Мы приезжали там совсем по другим вопросам. Там был рефлекс, приклеенный на Тикс. И этот Тикс, как ни странно, был мягкий. Он буквально 10 лет нежилой дом. То есть холодный, теплый, холодный, теплый сезон. Все равно он остается мягким. Это просто фантастика. Итак, здесь мы таким образом замкнули воздух. Вот здесь небольшой пропуск. Там, где пропуск, можно добавить немножко клея. Соответственно, загладить. Теперь едем дальше. Теперь более сложная ситуация с большой широкой щелью. Повторюсь, что нам нужно закупорить эту щель для того, чтобы остановить всякую конвекцию из теплого помещения в холодную зону. Именно для этого мы закрываем. Да, конечно, может пытливый слушатель сказать. Вы же перекрываете в верхней части там, где... Ну, то есть, грубо говоря, если пароизоляцию обернуть, то мы достигнем того же самого, по идее, теоретически. Но особенностью такого действия при реконструкции является то, что мы, во-первых, гарантированно останавливаем всякую конвекцию, потому что ее здесь нет. Промерзание уменьшается, потому что воздух не обменивается. И реконструкция – это тот случай, когда дом уже имеет, как правило, очень маленькую остаточную влажность. То есть, этот фактор, он играет в данный момент на нас. Он сильно снижает эту проблематику. То есть, да, теоретически перекрытый верх как бы должен создавать проблемы. Но, во-первых, верх перекрыт не полностью. У нас нет пароизоляции, которая оборачивает саму доску, и доска может высыхать вверх, в сторону мембраны, в сторону холода. И это один аспект. Второй аспект – то, что все-таки эта часть у нас сделана, вернее, будет функционировать в условиях сильно пониженной влажности, нежели чем новое строительство. Это надо иметь в виду. Итак, теперь мы будем делать широкую щель с помощью пасты Delta Liquix. Ткань. Вот у нас тут примерно вот такой кусок. Такое расстояние. Я беру половину. Так как мне такой ширины лента не нужна, мне будет достаточно вот такой небольшой. Которую я буду укладывать вот таким образом и заворачивать наверх. Обычная кисть. Liquix. Обычно делается как? Намазывается сначала та поверхность, куда будет наклеиваться ткань, потом укладывается ткань и потом мажется сверху. В принципе, здесь так мы и пойдем по стандартной схеме. А ну и фаза. А ну и фаза. А ну и фаза. А ну и фаза. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 И все, что нужно знать о сдвоенных стропилах и о герметизации.